В апреле 2011 года мы получили разгромленное здание, ликвидированное неполной школой номер 39. В старинном деревянном здании постройки начала прошлого века, в котором не было ни проводочка. Все утащили на металлолом, ни воды, ни канализации, ни отопления. Четыре года здание стояло брошенным и бесхозным, постепенно превращаясь в руины. С тех пор прошло больше восьми лет. За это время здание заметно преобразилось. Появились сенсорные комнаты, специальные тренажеры, адаптированная кухня и многое другое. Изменилось место и вокруг. На территории фонда раскинулся настоящий сад. Мы сажаем растения, которые произрастают в республике Бурятия. Дендрарии. Закладываем дендрарии. Здесь замечательные растения со всей республики. Мы работаем с особыми детками, с ментальными проблемами. И очень важно, чтобы каждый из наших детей получил тот опыт и те ощущения, которые у него в дефиците. Это помогает ему лучше адаптироваться к нашему обществу, лучше учиться и что-то познает он. В Аватарии занимается не один десяток детей. Но Светлана Будашкаева помогает инвалидам не только в своем центре. При ее участии была открыта комната для реабилитации в республиканской больнице. А один из последних грантов – это обучающая программа для специалистов со всего региона. Именно Светлана Будашкаева организовала приезд в Бурятии семьи Бурдиных. Помогла Наталье издать книгу об истории усыновления Аюра и заставила всех вспомнить эту удивительную историю еще раз. В поздоровлении ребенка решающую роль играет атмосфера в семье. Когда создается тот незримый контакт между матерью и ребенком, между близкими людьми и этим малышом, тогда и выздоровление, это моральная и такая духовная, душевная связь возникает, тогда выздоровление происходит гораздо быстрее. Сейчас Аватар нуждается в специалисте по кинезитерапии. Заработать на его обучение решили при помощи благотворительного календаря. Для фото спортсмен республики разделись. Акция наделала немало шума в соцсетях, но несмотря на негатив, тех, кто поддержал, все-таки больше.